В четверг, 27 октября, ожидается публикация европейской макроэкономической статистики. Также аналитики ждут сведения о денежно-кредитной политике центральных банков Европы и Японии. Выступление заместителя управляющего Банка Англии Сэма Вудса должно содержать указания на возможный курс денежно-кредитной политики страны. В Германии, Испании и Италии выйдут данные по потребительским рынкам, рынку труда и промышленности. Будет оглашена ставка по депозитам и кредитованию в еврозоне. Заявление Европейского центробанка о денежно-кредитной политике и процентной ставке может повлиять на курс евро. В США выходят данные по размеру ВВП и потребительским расходам. В России назовут размер международных резервов центробанка. Пока в Ташкенте проходят встречи министров транспорта, организаций тюркских государств. В Истане приступает к работе саммит Европейский союз Центральная Азия. Я надеюсь, что именно эти встречи позволят, опять же скажу, диверсифицировать продукцию казахстанской экономики с выходом на мировой рынок. Это очень для нас важно. Я думаю, Центральная Азия, видите, почему я говорю в основном о Казахстане, потому что, хотя мы не ходим, Казахстан является лидером Центральной Азии по экономике. В ВВП в Казахстане она на порядок выше, чем у наших состей. Соответственно, все страны смотрят в этом плане с точки зрения экономики Казахстана. Что касается геополитики, да, мы очень сильно связаны. И даже те, что границы, которые остались после развала Советского Союза, они иногда являются условными. В числе других важных событий дня, выступления председателя Европейского Центробанка Кристин Лагард, в ее речи трейдеры традиционно будут искать подсказки о дальнейшем курсе кредитно-денежной политики и изменениях процентных ставок. Это может привести к изменению курса евро. Также на рынке могут повлиять данные по запасам природного газа в США, а к утру следующего дня будет оглашено решение Банка Японии по процентной ставке. Продолжение следует...